Привет, друзья! Сегодня будем говорить о споре. Вообще о спорах, кто побеждает в споре, как правильно спорить. Сегодня мы будем рассматривать этот вопрос. Мне кажется, он очень острый сейчас стоит. Во-первых, потому что мы оказались дома, мы оказались в своих семьях, с которыми мы до этого многие редко общались. И сейчас на вот этой замкнутой территории мы начинаем часто попадать в ситуации, когда один имеет одно мнение, а другой другое, а третий-третий, и начинается спор. И также, в принципе, это, наверное, актуально всегда в интернет-пространстве, потому что очень часто мы с вами понимаем, что в комментариях под какими-то интересными нам роликами видим, что люди начинают очень горячо спорить. Иногда даже ведут себя очень агрессивно и некрасиво. Но о красоте, эстетике и этике мы не будем сейчас говорить, а мы будем говорить о том, что вообще из себя представляет спор и что из него вообще может получиться. Я имею в виду ту фразу, которую наверняка каждый слышал, что в споре рождается истина. Действительно ли это так? Рождается ли в споре истина? Например, если мы возьмем двух каких-то оголтелых спорщиков, которые, я не знаю, истина, получается, может родиться при любом споре, если следовать вот этой логике, тогда мы можем взять двух совершенно каких-то людей, которые не имеют даже представления о теме, о которой они спорят, просто имеют какое-то свое мнение, которое сложилось в результате их жизни, они начинают спорить и в результате, по сути, должна по этой логике родиться некая истина. Что же это за истина? Истина, наверное, здесь в том, что один переспорит другого и тогда провозгласит, что его мнение – это истина. Согласно науке Каббала, действительно в споре рождается истина, но только в споре, в котором спорят мудрецы. Мудрецы, а не глупцы. А кто такой мудрец? Мудрец – это тот, кто хочет, чтобы истина победила в споре. Кто не хочет сам победить. Понимаете, такое маленькое отличие. Он не хочет, мудрец, победить в споре сам. Он хочет, чтобы истина победила его. Победила бы не его оппонента, а действительно пришли бы к такому выяснению, когда каждый скажет «Да, истина неоспорима». Я преклоняю себя перед этой истиной. В любом другом случае, когда спорят глупцы, кто такие глупцы? Это те, которые хотят победить, сами спорят. И мы очень часто оказываемся в ситуации, ну я, например, себя ловлю постоянно, когда я оказываюсь в споре как настоящий глупец. Я, правда, это потом уже понимаю, задним умом. Но, тем не менее, каждый раз после такого события я думаю, ну надо же, как вот каждый раз ты ведёшься вот на это. Хочешь доказать свою правоту, хочешь отстоять своё мнение, хочешь победить. Но на самом деле за этим, если пошкрести вот это желание, хочется просто возвыситься над другим. Люди, которые это ещё не раскрывают в себе, ну, значит так, да, какое-то время придётся им ещё так пожить. И тем не менее, когда вот ты видишь в себе вот это, да, как я хочу возвыситься, да, взять вверх над другим, чтобы он, наконец, услышал моё мнение, признал его верным и сказал бы, да, вот, Ярослава, какая ты вообще умная, ты молодец, ты права, да, как это сладкость. Но, тем не менее, это значит, что я проиграла в споре, глупость взяла вверх, а я оказалась опять побеждённой. Вот что происходит, когда мы спорим. Так как проверить, в каком состоянии я сейчас нахожусь, в состоянии мудреца или глупца? Или мой собеседник, если я пока могу фокусироваться только на нём, а себя считаю непогрешимым, такое состояние оно тоже может довольно долго человеком обладевать. Вот если я каждую фразу, которую я, начиная в этом разговоре, начинаю со слов «нет, но», это значит, что я уже нахожусь в позиции не мудреца, к сожалению, а глупца. Вот, то есть я другого человека опровергаю. А что я опровергаю? Я опровергаю его ощущение мира. То есть я ему не даю, по сути, вообще как-то чувствовать, кроме того, как я ему позволяю, я ему разрешаю. Я вот так вот чувствую, и он, вроде бы как, по моей логике, должен чувствовать так же, должен согласиться. Но это невозможно, понимаете? Это невозможно, потому что этот человек другой, у него совершенно другое мировоззрение, у него совершенно другое ощущение. Он из другого корня души, из другого корня. Мы как-то об этом говорили, что у каждого есть в этой общей душе, которая называлась Адам Решон, после того, как она разбилась, мы оказались вот такими разделенными, на части нашем эго. И каждого есть как бы то место, куда он должен после своего развития опять встать, да, вот достичь своего корня души. Вот. Он другой, он никогда не почувствует так, как вы. Если вы свои фразы начинаете с того, что не соглашаетесь с ним, конечно же, вы уже в споре проиграли. Никогда у вас не получится убедить человека в том, что он не чувствует. То, что он чувствует, это его истина. Так вот, все-таки нам необходимо друг другу проявлять терпение. Конечно, нужно проявлять мудрость и терпение. И в науке Каббала истина достигается очень просто. У нас есть такой инструмент, как метод круга. Конечно, действительно, чтобы достичь истины, достичь какого-то выяснения, какого-то общего состояния, нам необходимо как-то сопоставить свои разные реальности. Вот мы собрались, 10 человек, чтобы достичь сейчас свойства отдачи и раскрыть эту истину. Так вот, нам нужно сопоставить теперь наше какое-то мироощущение. Так, чтобы ее достичь. Конечно же, трения неизбежны. То есть, действительно, вот эти трения реальностей, наших разных реальностей, когда мы вот так воздействуем друг на друга, что каждый немного меняет картинку другого. И каждый вынужден, как бы, природой, естественно, так задумано специально, каждый вынужден как-то подстроиться, чтобы вот вписаться, как бы вписаться вот в эту общность. И, конечно же, эти трения, они необходимы и они нормальны. То есть, нам не нужно бояться вот каких-то вот таких вещей, которые там конфликты, раскрываются недопонимания, наоборот. Мы все вместе накидываемся на вот это трение, но никто не винит другого. Никто. Смотрите, мы не ищем врага вот в этом методе круга. Мы не ищем врага вовне себя. Мы именно сфокусированы на том, что враг между нами. Между нами. То есть, вот эта природа, в которую мы погружены, наша эгоистическая природа, другого как-то переформатировать, другого вот как-то его повернуть так ко мне, чтобы мне было удобно, а я не меняюсь. Вот именно это и есть наш враг. Вот этим наука Каббала отличается от всех методик, которые одни говорят там «измени другого», а другие говорят «измени себя». Это тоже неправильно, потому что ну как ты можешь себя изменить? Ты создан так, ты ведь не сам себя таким сделал, да, чтобы самому теперь себя менять. Вот, поэтому у нас вся перефокусировка происходит на вот эти трения между нами. Именно вот эти трения мы воспринимаем как нашего такого врага, если мы мудрецы, и уж собрались этим заниматься. И тогда очень успешно мы преодолеваем, поднимаемся над этим. И истина находится как раз в том, что мы оказываемся на новом уровне. Когда мы как вот ракета, которая отбросила, каждый отбросил вот этот блок, который помогал ей стартовать, и просто выходит в такое пространство, когда вот ты не чувствуешь, ты находишься как в невесомости, вне своей ненависти к другим, вне своего желания их как-то быстренько так вот как-то поменять, подкрутить, вне своего желания даже себя как-то может быть принизить, какой-то мазохизм такой, какой-то извращенные такие формы нашего эго, которые тоже присущи, и в них тоже можно залипнуть, будь здоров, и начать там что-то вот в себе, вот я вот так изменюсь, я всяко изменюсь. Это то же самое, что менять корову на осла. Будет у тебя не такой эгоизм, будет у тебя другой эгоизм, более удобный для других. Но это не значит, что ты с ними как-то смог соединиться и достичь истины. Поэтому метод круга – это действительно вот такой как бы ноу-хау, такой патент кабалы, причем этому патенту уже около шести тысяч лет. На самом деле это очень такой метод, который осознанно или неосознанно где-то его используют, иногда на предприятиях, это все как бы люди чувствуют, природа, она сама подсказывает, как с этим работать. Должно быть равенство каждого, важность каждого. И именно вот эти методы круга мы сейчас запускаем. Есть такой проект, который называется «Хочу в круги». Ссылочку я вам оставлю под видео. Я помогаю вести этот проект, и я вас приглашаю попробовать пообщаться вот именно таким образом, попробовать пообщаться по-новому. Это происходит у нас по вторникам, в восемь вечера по Москве. И, соответственно, вот можно подписаться и приходить на эти встречи, попробовать так вот действовать, попробовать действительно спор мудрецов, в котором рождается истина. Я вас приглашаю. Увидимся в кругах, если вы захотите прийти. Или до следующей недели. Я вас обнимаю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!